Ну что ж, сегодня на моем обзоре вот такой вот красавчик, это судак улов осенний, вешает 5 килограмм, вот так он выглядит свеженький. Ну что, начнем обзор, так сказать, судака свежего улова. Он был заморожен около 5-6 дней, я его разморозил. Сейчас буду разделывать, покажу как я его разделываю, разделать буду по хребту на половинки, на юколу, так сказать, на кубики. И все подробно расскажу, что я с ним буду делать, как я буду делать, а коптить я буду в своей коптилке от компании Moskit. Ну что, посмотрим, как это будет. А будет, как всегда, все замечательно. Вот такая красота у меня получится. Смотрите, как я это сделал в своей коптильне от компании Moskit. Ну что ж, вот мой судачок. Такого судачка я еще не коптил, таких размеров. Ну что, приступим сразу, без лишних разговоров, к разделке. Для начала обрезаю все плавники, хвосты и все остальное прочее. Ускоряемся. Далее я избавляюсь от головы. Ускоряемся. От головы стараюсь избавиться, чтобы максимальное количество мяса осталось на тушке. Ну и голова тоже не промах, она пойдет на уху. Избавлю ее от жабель, и она уйдет на уху. Сейчас пойду, пока мыться пойдет. Судачок икреной. Вот его икра. Судак очень жирный. Посмотрите, сколько жира к осени он накопил. Вот это все, вот это жир. Это не молоки, это самочка. Вот икорочка судака. Икру судака я оставлю. Икры немного, и она не созревшая, но на уху она тоже пойдет. В ухе будет замечательно. Судачка обмыл маленько, от лишней кровушки, от лишних кишочек. Самое главное сейчас, вот эти первые кости, они очень крепкие, развалить их. Здесь у меня вот такой нож, боевой, для ломания вот этих первых костей. Вот такая филешечка получается, симпатичная. Прорезал вот вдоль кости, мяса на хребте остается абсолютно мало. Теперь то же самое делаем с хребтом. Отделяем его от второй половинки моего судака. Еще маленько подмешиваю здесь, ускоряюсь. А вот вторая половинка. Вот столько мяса остается на хребте. Но хребет я тоже засолю и закопчу. Вот это вместе еще плохо разморозилось, маленько здесь тяжеловато шло. Вот такая юкола будет. Теперь отправляю все это дело засаливаться. Для того, чтобы засолить судачка, нам нужна посолочная смесь. Соль использую вот такую, второго помола. В своей работе использую вот такие весы, они мне очень нравятся. Электронно-дороговые весы Гарант. До 60 кг на ней можно взвешивать. Ставим вот такую тару, нажимаем тарокомпенсатор. И начинаем делать посолочную смесь. На килограмм соли 300 грамм сахара. Либо по-другому я еще иногда делаю. На 3 килограмма соли килограмм сахара. Отмеряем килограмм соли. Добавляем 300 грамм сахара. В сухом посоле всегда использую сахар для усиления вкуса. Все это тщательно замешиваем. И идем солить судачка. Ну что ж, вот взял посолочную тару, свою любимую. Уложил сюда судачка, только что разделанного. Ну и той смесью, которой только что приготовил. Солевой смесью, так сказать. Я начинаю засыпать. Все, оставляю это все на 9 часов. Через 9 часов увидимся. Я все это обмою и повешу. Покажу, что буду делать дальше. Прошло 9 часов. Смотрите, сколько туз лучка выделилось. Мясо стало плотненькое. Сейчас я все смою проточной холодной водой, остатки соли. И повешу вывешиваться. Так, ну вот и все. Рыбка висит на обтекании. Сейчас с нее стечет вся лишняя влага. И я ее помещу в сушильно-вялочный шкаф на сушение. После чего будем коптить. Все быстро и просто. Судачок повисел, обвиселся, обсох. Примерно часика 3 полежал у меня в холодильнике. Сейчас его отправляю в сушильно-вялочный шкаф. Выставлю температуру. И он будет вялиться. Именно, друзья, вялиться. Не сушиться, а вялиться. После того, как он завялиться, я его помещу в свою коптилку от компании Moskit. Ну а сейчас погнали в сушильно-вялочный шкаф. Обязательно, когда происходит вялка продукта, у меня работает осушитель воздуха. Сразу его включаю. Он собирает всю влагу с помещения. При этом вялка проходит лучше, и рыба вялится абсолютно так, как мне надо. Не сохнет, а вялится. Чтобы вот эта вся влага, которая обдувается с рыбы, вылетает снизу. Все равно эти частицы мелкие собирают сушилкой. Далее. Выставляю температуру на 24 градуса. Выставляю таймер. У меня механический таймер. Выставляю его каждый раз вручную. У меня будет 2 часа вялится, час отдыхать. 2 часа вялится, час отдыхать. И так 3 раза. После этого я посмотрю, потрогаю рыбку. Если я оценю, что надо еще продолжить вяленье, я еще поставлю таймер. Увеличу, так его сказать. Это никогда не сделать не поздно. Но главное не пересушить рыбу, чтобы она не была сухарем. Лучше потом посмотреть и продолжить просто сушку. Включаем сеть. Включаем витератор. И включаем нагрев. Все, осушение пошло. Ну что, цикл осушения прошел, который я задал. Смотрим, что получилось. А получилось все хорошо. Рыбка завярилась. Сейчас я поближе покажу. Смотрите, она абсолютно сухая. Рыба сухая, плотненькая, завяленная. То есть она не сухарем высушена. Видите, я пальчиком ее продавливаю. Она как бы продавливается. Она завяленная. В таком состоянии я сейчас отправлю ее коптиться в свою коптилочку от компании Moskit. Мне очень нравится, как она завярилась. Смотрите. Шедеврально. Погнали коптить. Зольник закладываем в четыре вот таких вот дровишечки. Подаю питание на коптилочку. Включаем сеть. Выставляем зольник на 350 градусов. Включаем дым. Жду, пока нагреется зольник и камера заполнится дымом. Как я определяю, наполнена ли коптилка дымом? Да вот так, постучав потихонечку по стеночке, смотрите, какой густой, хороший дым идет вот из этого отверстия. Все, после этого можно включать электростатическое копчение, то есть кнопку холодное копчение. Смотрите, какой хороший, густой дым. Так вот, когда напомнилась коптилка дымом, я проявил, что дыма там достаточно, я включаю холодное копчение, зольник убавляю до 120 градусов и забываю про коптилочку примерно на час. Потом достаю прогоревшие дровишки и посмотрим, что у нас получится. Посмотрите, что остается после того, как все прогорает. Это просто угольки, от которых уже не идет никакой дым. Выключаем электростатическое электричество, то есть холодное копчение и сеть. Озольник я уже выключил, поскольку дровишки достал. И смотрим, что у нас получилось. Ну что ж, вытяжку я уже включил, открываем, смотрим, что получилось с моим кузачком. как видите, я думаю, всем все видно. И с этим я еще хребетик подвешивал. Все получилось, как всегда, отлично. Коптилка москит справляется совсем на ура. Посмотрите на этот цвет, друзья. Это или не красота? Посмотрите. Вот такая красота у меня получился. Это судачок. Смотрите, с пылу, с жару, он еще не повисел. Сейчас он обвисится, наберет цвета, вкуса и маленько, так сказать, из него уйдет лишняя вот эта послекопченная гарь. И тогда я его продегустирую. Слюнки уже текут, охота прямо сейчас его попробовать, но я дождусь. Он сейчас часика, два, три в сушильном вялошном шкафу должен повисеть маленько обдуться. Так что давайте дождемся. Ну что ж, друзья, судачок отвиселся, обдулся. Всем хочу сказать, коптить у вас все получится. Мечты не работают, пока не работаете вы. Друзья, коптильщики, я с вами. Ну, а я приступаю к дегустации. Ну и перед дегустацией хотелось бы узнать вес готового продукта. Помните, я взвешал в замороженном виде, он весил ровно пять килограмм. Вот две половинки судачка я кладу на весы и смотрим, сколько у нас получилось в итоге. А в итоге получается два килограмма сто восемьдесят грамм. Почти три килограмма потерь. То есть, это голова, внутренности и все остальное прочее. А теперь посчитайте, сколько же он должен стоить готовый продукт, если килограмм замороженного продукта стоит двести пятьдесят рублей за килограмм. Ну вот и пришло долгожданное время дегустации. Посмотрите, вот такая красота. Еще раз покажу он у меня получился. Это судачок холодного копчения. Ну что ж, очень удобно тем, кто употребляет всякие пенные напитки. Допустим, берете вот такого судачка, отрезаете вот такой вот кубик абсолютно любой. Ну, в моем случае вот прямо от серединочки сейчас отрежем. Отрезаю вот такой вот кубик. Посмотрите, какое мяско плотненькое, провяленое. Отрезаю кусочек. Костель абсолютно нет. Рыбка просоленная. дымок. Нежный, жирный судак. Очень вкусно. Всем рекомендую. Ну ладно, слюнки пускать вам больше не буду. Приезжайте, пробуйте. а лучше всего сами начинайте коптить. Вот такие шедевры я делаю в своей коптилочке от компании Moskit. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Всем хороших выходных и приятного вечера. До свидания. еще раз. Субтитры я Продолжение следует...